Деяния святых апостолов, глава 4. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники, и Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И, поставив их посреди, спрашивали, какую силу или каким именем вы сделали это? Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказала, начальники народа и старейшины израильские, «Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди некнижные и простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И, приказав им выйти вон из Синедриона, рассуждали между собою, говоря, «Что нам делать с этими людьми? Ибо всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретимым, чтобы не говорили об имени Сем никому из людей». И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее. Ибо лет более сорока было тому человеку, над которым сделалось ее чудо исцеления. Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божия, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе Сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса». И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили слово Божье с дерзновением. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великую силу свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось в чем, кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сыну Тишения, Левит, родом Киприанин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Послание к евреям, глава шестая. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших. Опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело вашей, труд любви, который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою, говоря, «Истинно благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву. Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь, безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее зазавесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Первая книга Ездры, глава пятая. Но пророк Агей, пророк Захария, сын Адды, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Заровавель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их. В то время пришел к ним Фафнай, заречной области начальник, и Шефар Базнай, и товарищи их. Итак, сказали им, кто дал вам разрешение строить дом сей и доделывать стены сей? Тогда мы сказали им имена тех людей, которые строят это здание. Но око Бога их было над старейшинами иудейскими, и те не возбраняли им, доколе дело не отправили к Дарию, и доколе не пришло решение по этому делу. Вот содержание письма, которое послал Фафнай, заречной области начальник, и Шефар Базнай, с товарищами своими Афарсахеями, которые за рекой к царю Дарию. В донесении, которое они послали к нему, вот что написано. Дарию царю всякий мир. Да будет известно царю, что мы ходили в Иудейскую область, к дому Бога Великого, и строится он из больших камней, и дерево вкладывается в стены, и работа сия производится быстро, и с успехом идет в руках их. Тогда мы спросили у старейшин тех, и так сказали им, кто дал вам разрешение строить дом сей и стены сии доделывать. И сверх того, об именах их, мы спросили их, чтобы дать знать тебе и написать имена тех людей, которые главными у них. И они ответили нам такими словами. Мы, рабы Бога неба и земли, и строим дом, который был построен за много лет прежде всего. И великий царь у Израиля строил его и довершил его. Когда же отцы наши прогневали Бога небесного, он придал их в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, халдеянина, и дом сей он разрушил, и народ переселил в Вавилон. Но в первый год Кира, царя Вавилонского, царь Кир дал разрешение построить сей дом Божий. Да и сосуды дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в храм Вавилонский, вынес Кир, царь, из храма Вавилонского и отдал их по имени Шишбацару, которого он назначил области начальником. И сказал ему, возьми сей сосуды, пойди и отнеси их в храм Иерусалимский, и пусть дом Божий строится на своем месте. Тогда Шишбацар, тот пришел, положил основание дома Божия в Иерусалиме, и с тех пор, доселе он строится и еще не кончен. Итак, если царю благоугодно, пусть поищут в доме царских сокровищ, там, в Вавилоне, точно ли царем Киром дано разрешение строить сей дом Божий в Иерусалиме и царскую волю осем пусть пришлют к нам. Псалом 93 Божие отмщение, Господи, Божие отмщение, яви себя, восстань судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут. Они изрыгают дерзкие речи, величаются все делающие беззаконие, попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое, вдову и пришельца убивают, и сирот умершляют, и говорят, не увидит Господь и не узнает Бог Иаковлев. Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды, насадивший ухо не услышат ли, и образовавший глаз не увидит ли, вразумляющий народы неужели не обличит, тот, кто учит человека разумению. Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать Ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа Своего и не оставит наследие Своего, ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все право и сердце. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания, когда я говорил, колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную. Но Господь защита моя, и Бог мой, твердыня убежища моего, и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их, истребит их Господь Бог наш. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok